Привет всем, вы на канале PandaPlay, меня зовут Дмитрий, мы с тобой сегодня будем играть в кукинг-симулятор с пиццей. Обучение я включил, сначала я тыкнул без обучения, потом понял, что нихера я тут не понимаю, что делать нужно, и... Мужичок, привет, и добро пожаловать в пиццерию Папа Пепе. Я вижу у вас огромный потенциал, настолько огромный, что я готов поделиться некоторыми секретами, а если оправдаете мои ожидания, возможно, эта пиццерия станет вашей. Что ж, начнем тренировку. Давай начнем. Уверен, вы все это знаете, но давайте-ка все равно начнем с азов. Я покажу, как делать пиццу из уже готовых ингредиентов, как ее запекать и, наконец, подавать на стол. Начнем с основы для пиццы, без них пиццу не приготовишь. Чтобы сделать основу, надо раскатать тесто для пиццы, возьмите немного теста и положите его на доску для раскатывания теста. Так, сейчас я черепушку почешу и пойдем. А, надо... Ага. Так, нужно взять вот это вот. А доска где? Вот это? Это большая тарелка? Нет. Тесто в неаполитанском стиле на доску для раскатывания, нажав на левую кнопку мыши. Где доска-то для раскатывания, ну? Вот это доска для раскатывания? Так это не доска, блядь, это мраморная столешница. Эээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээээ Теперь начнем добавлять в пиццу ингредиенты. Сперва добавим в соус, нажмите В, чтобы посмотреть на полку для гастроемкостей. Там вы найдете соус и несколько ингредиентов, которые я подготовил. В будущем вам придется готовить ингредиенты самостоятельно, но об этом мы поговорим позже. На этой полке хранятся гастроемкости. Выбирайте ингредиенты клавишами АД и помните, что вы сможете использовать только те ингредиенты, которые вы подготовили заранее и поместили на полку. Выбирайте соус с помощью левой кнопки мыши. Моцарелла, нарезанное соус маринара. Нужно что нужно? А. О, круто, слушай. Мазюкается все. Крутотень. А как тут? Я вижу просто еще в этой есть, в половнике. Этого хватит. Теперь пора добавить сыр. Его надо распределить равномерно по всей поверхности, чтобы он как следует расплавился. Используйте клавиши QE, чтобы повернуть кусок сыра или любой другой ингредиент. Так, раз. Два. И... И... Ну, ладно, три. Остался последний штрих. Добавьте немного базилика и получится классическая маргарита. Но... А, не забудьте распределить его равномерно. А-а-а, ву. Нажмите на подсвеченную банку. Так, э-э-э-э... Пф... Почему они такие огромные листы-то? Почему у меня не листочек, а квадрат? Кто-то мне объяснит. Кто-то мне объяснит, почему у меня не листочек, а квадратики. Слушай, ну прикольно выглядит. Пора запечь нашу пиццу в духовке. Но сперва духовку нужно подготовить. Чтобы разжечь огонь, положите полено в топку. Ух, етить его колотить. Выйти из режима. Где полено? Полено вот оно. А, они заканчиваться вроде не будут. В топку нужно вот сюда. Ага. Добавляйте дрова, чтобы термометр оставался в зеленой зоне. А где термометр? Вот термометр. А-а-а... Етите его колотить, ну. Сохранение зачем-то мне сейчас прошло. Так, термометр в зеленой зоне должен оставаться. Еще одно брошу. Не вздумайте делать это голыми руками. Есть лопатка. Положить пиццу лопаткой. Где лопатка? Где... А, вот, вот. Ух, ты ж нифига себе мухобойка какая огромная. Почему голыми руками нельзя? Я и голыми руками вполне себе справляться могу. Положить... Нажмите на духовку, чтобы положить. В смысле? А, ну он сам все это делает. Температура духовки со временем падает, так что не забывайте за ней следить. Она... Если она слишком низкая, подкиньте дрова, если слишком высокая, закрой нижнюю камеру. Так температура начнет стремительно падать. А где она закрывается? Камера-то это... Закройте камеру. Где камера-то? Камера вот она. Почему? Я ее не могу закрыть. Так, повесить нужно обратно. Ага. Та-па-ра-па-ра-па-ра. А, вот она, вот она. Так, и когда она приготовила... А, смотри-ка. Она уже почти приготовилась, и как быть? А что делать-то нужно? Как выключить-то ее? Пицца готова. Достаньте пиццу лопаткой, пока она не подгорела. Беру лопатку. Беру... Беру пиццу. Ага. Хорошо. Вы... Выйти. Сохранение. Ах, вот это я понимаю, Маргарита. Положите ее на тарелку и подайте через окном подачи. Но тут многое делается самостоятельно. Благо, что нельзя... Не нужно трясти вот этой вот этой лопаткой, чтобы оно там съехало куда-либо, или что-то там такое вот. Почему такая тарелка огромная, и нет такой огромной пиццы? Окно подачи где? А, вон оно, с той стороны. Держите. Награда 250 центов, плюс 50... Плюс 50 опыта. Маргарита, окей. Ну, в целом неплохо получается. Пять звездочек. Тесто хорошее. Соус хороший. Сыр хорошее. Время хорошее. Еще бы кто бы сомневался, ведь это делал не я. Поздравляю, вы только что подали свою первую пиццу. В приложении «Моя пицца» можете узнать, что у вас получилось хорошо, а что надо улучшить в следующем заказе. Вы доказали, что можете приготовить настоящую итальянскую пиццу. Теперь пора подготовить пиццерию к завтрашнему дню. Давай я расскажу, как готовить тесто, соус и другие ингредиенты. Давай. Давай. Можете не спешить, у подготовительной фазы нет временного лимита. И вы сами решаете, когда ее закончите, начать новый день. Блин, да это вообще... Это просто все. Для начала давайте приготовим тесто в неаполитанском стиле. Сперва прочитайте рецепт, откройте приложение «Пицца профи» и найдите нужный рецепт. Нажмите на... А. «Пицца профи». Тесто в неаполитанском стиле. Здесь вот телефон. Телефон неудобный, можно было бы телевизор повесить. Давайте ненадолго вернемся в приложение «Ежедневник». Перейдите на домашний экран. И нажмите на иконку приложения чего-то там. «Ежедневник» — это приложение для истинных пиццеловала мирового класса. Здесь вы найдете испытания и задания, которые помогут отточить навыки и узнать много нового. Хорошо. Выполняйте эти задания и зарабатывайте славу, уважение и сертификаты навыков. Сейчас давайте сосредоточимся на деле. У вас есть несколько несложных заданий, с которыми я вам помогу. Покажите, что вы готовы учиться и зарабатываете. Завание начинающей пиццелова, который... А, и заработаете. Которая позволит вам стать во главе этой пиццерии. Кроме того, выполняя задания из приложения, вы будете открывать новые рецепты и ингредиенты. Так что оно того стоит. Внизу экрана есть кнопка, которая описывает элементы приложения. Когда разберетесь в приложении, нажмите «Тап», чтобы убрать смартфон. Сохранение. Чтобы начать готовить тесто... Ой. Сходите в подсобку с за нужными ингредиентами и приборами. Пойдем в подсобку. Где бы мне здесь все найти? Следуйте по зеленой линии. Почему он, блин, идет... Ну и что я здесь должен сделать? А, это тесто-мешалка. В ней как раз можно приготовить большое количество теста. Как раз... А, как правило, одной или двух партий теста, приготовленного по рецепту, хватает на целый день. Перед тем, как запускать тесто-мешалку, добавьте ингредиенты в чашу. Начнем с муки. Она лежит на полке сзади. Одного мешка должно хватить. 3,5 кг, да. Давай, 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 быстрей. Ну, все, все, все. Выбросить куда это? Мука очень важна в приготовлении теста, но это не ежедневно. Единственный ингредиент. Все остальные вы найдете в коробке. Купив их и добавив нужное количество в чашу. В коробке. Пойду в коробку. Как много ходьбы. Дрожжи. Ну-ка. Ну, что... Здесь, кстати, нет этой... Как ее называют? А, коробка там еще есть. Здесь нет... Здесь приседания на контрол. То есть, там было на С приседания, на контрол бегала мышка. То есть, здесь нужно открывать телефон самостоятельно и смотреть уже, что там происходит. Соли нужно сколько-то? Соли и дрожжей. Дрожжей 10, соль 20, 125. Соли... Соли 10. А, у меня наверху... Вон написано. Ха-ха, я уже... Подожди-ка. Подожди-ка, я же... Са-а, все. Соли 125. Ты серьезно? А нет здесь какой-нибудь... Крупных дырок, да, вот. Так, 80... Ну, чутка пересолил. Блин, что ж поделаешь. Первый, блин, комом, как говорится. Дрожжи. Дрожжи 10 грамм. Продукты и дрожжи. Почему это в продуктах, а не в специях? Дрожжи... Дрожжи 10 грамм. А, то есть... А, ну понятно. И вода... А воды откуда взять? Это в жидкости надо? Или же куда-то... Где-то налить? Вода, блядь. Тут вода есть, так она продается. В бутылках. В приготовлении соусов и теста мы часто используем различные приправы, поэтому все наши солонки и перечницы закрыты с двойной крышкой. Да я уже научился. А, налить ровое, твою налево. А тут... Ну, тут же есть. А можно бутылку налить, нет? Не, нельзя в бутылку наливать, ерундой не буду заниматься. Давай-ка я возьму и... Возьму и... Есть какая-нибудь приблуда, чтобы я мог в нее наливать воды? Бутылка. Вот, бутылку. Это не бутылка кувшин? Ну, что-то... А-а-а... Литр налил, еще, короче, надо 300 налить. Да, вот так. И как теперь выйти? А, все, вот так. Сейчас мы все научимся. О, лепота. Какой огромный кувшин. Почему кувшин-то, елки-палки? Можно же было что-нибудь такое поменьше купить. Надо, чтобы не спиздили через окно. Так, теперь. Отлично, теперь все готово. Осторожно, не нажимайте на красную кнопку, иначе все ингредиенты, помещенные в чашу, исчезнут. Нажимайте ее только в том случае, если ошиблись в рецепте, или случайно уронили в чашу что-то, что не можете из нее достать. Хорошо, хорошо, договорились. А, что дальше-то? Зеленую надо нажать. Нажмите зеленую, чтобы запустить тестомешалку. Приготовление теста займет какое-то время. Вы можете понаблюдать за процессом, но давайте не будем тратить время. Давайте. Поговорим о соусах. Можно, а, рецепты для соусов можно найти там же, где рецепты для теста. Просто откройте вкладку соуса, и сегодня мы сосредоточимся на классическом соусе маринара. Ну, а в будущем этот список расширится. Ну, проебался я там с солью немножко. Будь посолонее немного. Ну, немного совсем. Идите его колотите. Смотри, как много всего. Помидоры нужны. А где мы это готовить-то будем? Соусы-то где готовить надо? В соуснице какой-нибудь? Резчик? Терка? Так что у нас? Пора открыть шкаф и набрать свежих овощей. Ну, пойдем наберем... Свежих овощей. Корзина. Так, мне нужны 1,6 кг помидоров. 16 штук помидоров. А шалей ты. Куда в таком количестве-то? Так, это что у нас? 4, 5, 6, 7... А, там все написано. Как долго это все? Ага, чеснок 20 грамм. Ну, это 2 зубчика. Уже нет. Обман один кругом. Следуйте по зеленой линии. Нас просто нарочно как будто хотят запутать и сделать все не так, как в той игре. Прежде чем добавить содержимое корзины в кухонный комбайн, убедитесь, что вы взяли все нужные ингредиенты в правильном количестве. После того, как вы заполните кухонный комбайн, вы не сможете ничего из него достать. Ладно. Поставьте корзину и посмотрите на нее. Вы увидите содержимое. Если заметите, что там не должно быть, уберите это. Добавьте все в кухонный комбайн. Обратите внимание, что достаточно одного нажатия, чтобы перенести все продукты из корзины в комбайн. Держа корзину с ингредиентами, нажмите вот сюда. О, полетел, полетел, все полетело. Ух, как сейчас все перемешается в одну кашу. И будет на соус. Это еще не все. Нам нужно оливковое масло, травы и специи. Вы найдете траву в гербарии, поскольку мы почти... Мы готовим почти 2 литра соуса. Добавим не несколько листиков, а целую веточку. Остальные ингредиенты вы найдете в коробке. Подожди, подожди. Мне нужно телефон... Телефонку вниз. Перевести 30 грамм базилику. Ммм... В кухонный комбайн. Это не то. Это вот это. Ага. Оливковое масло. Соль. Соль-то есть у меня. Соль-то вон она лежит. Слушай, я здесь прямо ориентируюсь, так плоховато. Так. Вот так. Соль 36, а у меня там было 35. Ну, странно это все. Сушеное оригано. Оригано. Специи. Сушеное оригано. Оригано. 25 грамм. Это еще не все. А, ну это я знаю. 25 грамм. Да все же, 25 уже, ну. И 200 оливкового масла. Это в жидкостях оливковое купить. 200 мулл. Ну-ка. Ага, отлично. Так, прежде чем приступить к приготовлению, нам нужно поместить гастроемкость в комбайн. Без нее соус некуда будет, будет некуда налить. Да пусть на пол льется, мы оттуда заберем. И за исключением теста мешалки, все оборудование требует установки гастроемкости перед запуском. Возьмите одну из пустых гастроемкостей, да взял уже. Если у вас когда-нибудь закончатся пустые, вы всегда можете купить еще в коробке. Я уже знаю. Что делать надо? Зеленая не жмет. Блядь. Отлично, теперь можно приступить к приготовлению соуса. Вам нужно лишь нажать зеленую кнопку. Рецепты нам больше не нужны, поэтому можете открепить их так же, как закрепляли. Т. Приготовление соуса в кухонном комбайне займет какое-то время, так что нет смысла бездельничать. Берите в корзинку и возвращайтесь к шкафу. А, тут так... Так у меня две корзинки теперь, да? Круто. Маслины 500, кукуруза 500, салями 300, 300, 300, 300, говорит, салями. Салями это вот она, вот она салями. Салями. Белый лук. Раз, два, три, четыре, пять. Моцарелла. Моцарелла где? Моцарелла? Ты? Нет, ты не моцарелла. Это обычный... Это да, это пармезан. А моцарелла где? А куда? А, вот она. Да. Угу. 200 грамм моцареллки. Как вкуснятина, а? Слушай. Да ну, ебаный ты колобок. Ну зачем ты так делаешь? Следуйте по зеленой линии. Поставьте корзину. А. Туда вон надо... Моцарелла, не убегай. Красота. Да, ровно поставил. Соус уже должен быть готов. Возьмите гастроемкость, обернитесь. Я вам кое-что покажу. Видите этот поручень на стене? Потяните из-за него. Какое-то чего? Я взял гастроемкость. А-а-а. Ля-а-а. Короче, вот здесь вот это будет. Так вы можете расставить гастроемкость и соусами ингредиентами, не возвращаясь в главную комнату. Настоящая экономия времени. Теперь поставьте гастроемкость на полку и давайте вернемся к ингредиентам. Беру салями. Да. Положим салями в автоматический резчик и нарежем пару кусков. У нас осталось немного нарезанной моцареллы, так что давай натрем ту, что вы купили на электрической терке. Не забудем поместить... А, не забудь поместить гастроемкость. А куда здесь? А, вот сюда. Ну и здесь, собственно говоря, так же. Автоматический резчик на подсвеченную кнопку. А тут нет подсвеченной кнопки. Че делать? Ну я предполагаю, что зеленая. Я уж взял. Я взял уже моцареллу. Давай, короче, опробуем. Попробуем что-то делать. Новый день, новые испытания. Вы стали на шаг ближе к собственной пиццерии. Выполните задание, которое я приготовил для вас на сегодня. И получите сертификат начинающего пиццевола. И ключи от этой пиццерии. Для начала откройте приложение ежедневник. Ежедневник. Да ну нет, нет. Надо вот так сделать. Ежедневник открыть. Как видите, для завершения обучения осталось одно задание. Выполните заказ. Примите новый заказ, приготовьте пиццу в соответствии с ожиданиями клиента. И подайте ее. Вот и все. Не волнуйтесь, я расскажу, как сделать так, чтобы клиент остался доволен. Конечно, расскажу, что их интересует, в конце концов. Нажмите Т. Обратите внимание, что до следующего уровня осталось всего 50 очков опыта. Достаточно выполнить это задание. Наведите курсор на корзину, чтобы увидеть награды, которые вас ждут за достижение. Я вижу, какие награды. Когда закончите, спрячьте смартфон. Урок первый. Посетители оценивают каждый заказ. Вы можете получить 5 звезд в каждой из следующих категорий. Основа для пиццы, соус, сыр и ингредиенты, и время. Понял. Звезды могут быть бронзовыми, серебряными и золотыми. В зависимости от того, насколько хорошо вы справились с соответствующей категорией. Но если вы сильно напортачите, можете не получить ни одной звезды. Урок второй. Таймер запустится, как только вы принимаете заказ. Если вам удастся завершить его за 30 минут, вы получаете бронзовую звезду. За 20 серебряную. Если удастся приготовить пиццу менее чем за 10 минут, золотая звезда будет вашей. Вы пока что только учитесь, так что можете не беспокоиться о времени, даже если выполнение заказа займет больше 30 минут. Вы все равно сможете получить золото во всех других категориях. На моей памяти от хорошей пиццы еще никто не отказывался. Подойдите к окну подачи, и я покажу вам, как принимать новые заказы. В этой пиццерии всегда ажиотаж, поэтому не беспокойтесь о том, что у вас закончатся заказы. Такого еще никогда не случалось, однако есть одно золотое правило. Мы не принимаем более 5 заказов одновременно. Хорошо. Вы сами решайте, когда принимать заказы, но время рабочего дня не останавливается с самого начала. Не будем медлить, позвоните в звонок, чтобы принять заказ. А вот и первый заказ. Откройте приложение Моя Пицца и узнайте подробности. Открываю приложение Моя Пицца. Пуглиезе. Хорошо. Пуглиезе. Закреплю, пожалуй. Да, закреплю. Да тут все просто же. Средняя пицца. Беру. А, размер большая, большая, большая. А мне как среднюю-то сделать, блядь, из этого? В заказе посетитель указывает виды теста, соусы, сыра, ингредиентов, а также их количество иногда в некоторых категориях может быть пусто. Означает, что посетитель, к примеру, хочет пиццу без сыра. Кнопки направления рядом с типом теста и соуса открывают их рецепты. К счастью, вчера вы подготовили все необходимое, поэтому рецепты нам не нужны. Начнем с теста. Как вы могли заметить, в заказе указан размер пиццы. Мы делаем пиццу трех размеров, маленькую, среднюю, большую. Это относится как к тесту, так и к полученным основам. Куски теста можно разделять, соединять. Сейчас покажу, наведя курсор на большой кусок теста, но не подбирайте его. Навел. Чтобы разделить тесто, просто нажмите на Q. Получите маленький кусок теста. Средний, а не маленький. Снова нажмите на... А, отлично. Теперь у вас есть маленький кусок, но для заказа нужна средняя. Соедините два маленьких куска, чтобы получить средний кусок. Ага. Из двух маленьких кусков получается средний кусок. Чтобы получить большой, соедините маленький и средний кусок, или три маленьких. Так, поверните... А, поверьте, все рассчитано, но хватит болтовни, пора раскатывать тесто. Помните, как делал? Конечно, помню. Вот сюда вот положить и взять вот эту ерун... А, просто взять и вот так вот нажать. Все само раскатывается. Самое интересное в этой игре это то, что делается все практически самостоятельно. Так, чтобы получить золотую звезду, основу для пиццы надо как следует запечь. Но об этом мы поговорим позже. Так, пока давай добавим соус. Давай добавим соус. Надо нажать вот сюда. А, нет, нет, да, надо вот сюда нажать. И выбрать вон ту канитель. И налить вот сюда. Нормально, нет? А почему движения нет? Ладно, намазюкал и намазюкал. Вроде равномерно размазал. Чтоб... Ммм, как вкусно было бы. Теперь. Не любит сухую пиццу без соуса, так что не забудьте добавить хоть немного, получить звезду. Единственное исключение заказов, которых просят не добавлять. Хорошо, все, я все понял, я все понял, все делаю сам. Оценка из сыра зависит... А, за сыр зависит от трех факторов. Первые два весьма простые, надо добавить нужное количество сыра. Первые два простые, надо добавить нужное количество сыра. Не бойтесь, немного переборщить с сыром, клиент возражать не будет, и я тоже, если, конечно, вы меня не разорите. С третьим фактором будет немного сложнее, а второй-то где? Когда вы оставляете... А, ставите пиццу в духовку, сыр начинает плавиться. Посетители будут ждать, что вся пицца покроется расплавленным сыром. Вам придется полагаться на интуицию и опыт. Пока что постарайтесь добавить нужное количество сыра и распределить его как можно ровнее. Надо моцареллу просто насыпать... Ой, наложить туда. Ну-ка. Не-не-не-не-не-не-не-не. Выйди. Надо зайти вот сюда, нажать вот сюда. И взять... А, во. Моцарелла нарезанная. Да, я положу вот сюда, так как это средняя, все-таки... А, здесь ешкин кот. Здесь нужно просто, знаешь, как сделать? Надо вот так вот. Если это пять штучек надо положить, надо вот сюда положить. Вот сюда положить. Вот сюда положить. И вот сюда положить. Так точно все покроется. Последняя категория самая сложная. Вы должны добавить все ингредиенты для заказа в нужном количестве. Равномерно распределить их по пицце. Всю необходимую информацию можно узнать в подробностях заказа. Хорошо. Угу. Но тут в целом тоже ничего сложного нет. Здесь нужно просто нарезанных маслин. 64 грамма. Ой, бляха, мухает. Как так-то? Хе-хе. 32. 64. Нормально, не? Думаю, да. Среднее значение основано на... Начнем с кусочков лука, которые... Некоторые ингредиенты слишком малы и добавляются в таких больших количествах, что их точное расположение не имеет значения. Вместо этого мы просто рассыпаем их горстями по пицце. Так, здесь нужно сколько... Сколько нужно-то? А сколько нужно-то? Подожди, я... Пляха, муха. Я с управлением пока не разобрался просто. 32 грамма лука. Тоже, тоже два... Два броска. Ляпота. Ай да, прежде чем запекать, надо подготовить для нее тарелку. Возьмите одну из стопки, наши пиццы среднего размера, так что тарелка нужна такая же. Да я уже взял. Так, давай разожгем печку. Так, ну, можно еще разок кидануть туда. Во! Печка разогрелась. Беру. Мухобойку. Беру пиццу. И отправ... А, подожди, зеленый индикатор показывает, что пицца готова. Красный штанан начинает подгорать. Сильно об этом не беспокойтесь, не каждая пицца должна быть идеальна. Разожгите духовку, берите лопатку и все пойдет как по маслу. Хорошо пошло. Так, и что? Ну, пока она готовится, можно выпить водички и поговорить о жизни. Совсем недавно мы были шефом в своем ресторане. Сегодня мы готовим пиццы. Учимся правильно разбрасывать резаные маслины. Занимаемся вот таким вот делом. И надеюсь, что тебе понравится это видео, поэтому обязательно, если еще не поставил лайк, обязательно поставь лайк. Потому что, ну, почему бы и нет. И прокомментируй, потому что, ну, почему бы и нет. Все. Досталось с духовки. Выйти. Ну, дальше что? Надо положить на тарелку просто, да и все. Браво, давайте узнаем, что посетители думают о пицце, положить на тарелку и... Подать через окно для подачи. Пойду мухобойку только положу на место. Че она у меня тут в руках-то будет лежать? Ну, возьми ты за тарелочку. Браво! Новый уровень. Далее. А, новые продукты появятся в заказах завтра. Ну, давай шам... Даже не знаю. Артишоки, розмарин, куриная грудка, пусть шампиньон будет и колбаски. Смена... Выберите новый перк. Смена заказа позволяет новый заказ. Смена задания получает... Я не знаю, что тут взять. Почему у меня там... Почему у меня там ничего не менялось и... Что-то от меня хотели. Не знаю. Смена задания. Ну, давай смену задания оставлю. Пять звезд! Везде просто пять звезд. Все было отлично. Как упоминалось ранее, вы будете выбирать перк на каждом третьем уровне. А перки, которые вы пропустили, снова станут доступны при следующем выборе. Хорошо. Разблокированные перки можно активировать и деактивировать в любое время в приложении PerkHub. По умолчанию разблокированные перки активируются автоматически. Хорошо. Взгляните на стену рядом с окном для подачи. Это сертификат, подтверждающий присвоение вам звания начинающего пицциола. Это хороший начало, но на стене еще много свободного места. Я думаю, вам стоит попытаться заработать больше сертификатов. Папа Пепе. Вот так вот за скриню. Просто было. Вот так. Сделаю. Откройте приложение Ежедневник. Там есть кое-что новенькое. Ну и кое-что. А, и что там новенького? Теперь вместо одного задания у вас будет сразу три активные задания. Каждый из которых относится к разной специализации. Специализация скорости ориентирована, как вы уже догадались, на выполнение различных задач. Как можно быстрее. Подача пиццы, работа на кухне и прочее. Основное внимание в специализации количества уделяется доставке, как можно большего числа заказов, сбору, как можно большего заказа ингредиентов или приготовление как можно большего количества теста и соуса в течение дня. Специализация качества проверит, насколько добросовестно вы подходите к приготовлению хорошей пиццы. Это означает, что вам придется сосредоточиться на получении хорошего рейтинга за выполнение заказа в определенной категории для заказа в целом. После того, как вы выполните за достаточное количество заданий в одной специализации, вы получите сертификат и перейдете на следующий уровень данной специализации. Более высокий уровень означает более сложные задания. Вы можете попытаться выполнить все три испытания мастера, чтобы стать великим пиццоволом. Самому мне это так и не удалось. Но кто знает, что уготовано вам. Да, я обязательно сделаю все это. Это все, чем я хотел вас научить. Знаете, что я буду болеть за вас с большим интересом. Наблюдать за вашей карьерой. Удачи! Спасибо большое! Так. А где мне рабочий день-то пишется? Когда он у меня там заканчивается? То есть я охрен его как-то знаю, нужно мне это все делать или нет. Ну давай еще разок. Салями. Салями, это что у нас с тобой? Салями это вот сюда надо нажать, закрепить. И погнали. Так. Маленькая. Что такое-то? Да нет, в смысле? Не берется, представляешь, с какого-то определенного ракурса он не хочет брать. Теперь. Это дело надо раскатать. Хорошо. Теперь. А, ну нужно это дело тоже вот. Вот так вот сделать. Ой! Там салями. Салями у меня нет. Ну сейчас нарежу. Соус маринара. Угу. Ну примерно как-то так, наверное, нужно размазюкать. Теперь нужно насыпать туда сыра. Тертого моцареллы. 64 грамма. 64. А, тертая. Подожди. А это резаная. А мне нужна тертая. А у меня есть тертая, да? А у меня нет тертой. Тертая вот с этой стороны. Моцарелла тертая. По 32 грамма надо два разочка надо нажать. Вот так. Ага. Блин. Малехонько не досыпал. Салями нарезанная. Лист базилика. Так. Что там еще нужно? Тесто есть. Маринара есть. Сыр есть. Салями нужно нарезать. И 12 грамм листа базилика насыпать. А лист базилика у меня что? Лист базилика это что? Вот тут вот. Ну-ка. Здесь по... А, здесь по 3 грамма. Давай базилика вот так вот положу. Все. Зря ругался. Шесть. Девять. Двенадцать. Так. И колбасы пойду возьму. Нарежу. Колбаса-то у меня внизу где-то должна лежать. Вот у нас тут. Салями. Беру салями. 300 грамм. Разрез. А я же ведь резал уже. У меня же есть уже. Ну. Ладно. Положу пока в автоматический резчик. Потом порежу. У меня все есть. Я не знаю зачем я мучился. Ходил здесь. Сейчас что-то искал. Но я просто забыл что у меня это все есть. Надо взять салями и положить. По 8 грамм кусок. Значит надо 4 куска салями. Что-то мало прям. Даже как-то грустно за человека. Все. 32 грамм салями. Все. Больше ничего не нужно? Вроде бы нет. Вроде бы все как бы есть. Так. Беру лопату. Так. Открепляю. Заказ. Беру я. Так. Подожди. В зеленый. Не. Не в зеленой зоне. Надо разжечь огонь. Два. Три. Четыре. Пять. Пять бревен. Ой. Пять бревен. Мухобойка. Пицца. Кладу ее в печку. И жду. Маленькая пицца наверняка готовится должна гораздо быстрее. Хотя как знать. Хотя как знать. Сейчас. Ну вроде как нет. Вроде как она готовится точно так. Точно такое же время как и та средняя готовилась. Хотя она меньше. Почему она готовится так же? Я молодой начинающий барабанчик. Просто вот и все. Беру пиццу. Беру. Ну пошли отсюда. Пойдем. 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 Беру. Ой. Тихо. Ну возьми ты. Ох блять. Маленькую тарелку. Поставь. Возьми. Возьми тарелку. На тарелку положи. Блин. Ну вкусно выглядит. Очень аппетитно. У меня аж аппетит разыгрался. Я есть захотел. Тарелку. И отдавай. Да. Это салями. Ну правда салями. Ой. Какая салями блять. Это это. Как она называется правильно? Пицца то это. Забыл короче как эта пицца называется. Новый уровень. Получить награды. Соус Альфредо. Альфредо. Далее. Выберите новые продукты. Ну давай бекон. Моцарелла. Розмарин. И баклажан. Подтвердить. Пять звезд. Кто бы сомневался. Так. Еще один заказ можно. Пуглиезы. Это та же самая средняя. Которую мы готовили скорее всего. Тесто в неаполитанском стиле. Среднее. Моцарелла. Лук. Маслины. Да. Было уже такое. Ну давай среднюю возьму. Средняя. Это. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Взять. И. Объединить. Теперь средняя. Все. Да. Средняя. Раскатать. Раскатал. Что дальше? Нужно. Маринару. Размазюкаю. Ну. Давай. Вот. Вот. Во. По краешкам самое главное. Там корочка. Она сухая постоянно. Блин. И. Надо ее как-то соусом хотя бы сдобрить. Чтобы тут. Не было каких-то. Не знаю. У клиентов наших. претензий к нам. Ну хоть. Немножечко пожиже будет что-ли. Помягче эта корочка. Ой. Нямка. Ой. Зачем я на правую кнопку мыши нажимаю? Маринара есть. Нарезанная моцарелла. 100 грамм. В 1. В 1.20 Значит. 4. 4. Ну давай вот сюда. Вот сюда куда-нибудь. Вот сюда. Ну и вот сюда. Опять правую кнопку нажимаю. Так. Белый лук нарезанный. 32 грамма. Вот как-то так. Все. С луком хорош. И маслины. Нарезанные. 64. Блин. Ну прям. Как много-то, а? Передвижение, выбор ингредиентов. Почему не пишется, сколько я вот сейчас насыплю? Хуже-то не... Блядь. Ну. Много маслин, конечно, получилось. Ну а что поделать? Опа. А одна вот висит. В воздухе зависла. Ладно. Вроде как бы все сделано. Пойдем печку посмотрю. Печка уже... Блядь. Печка уже решила остыть. По какой-то причине. Не знаю, что с ней случилось за такое время. Но она уже остыла. Беру пиццу. С летающей маслиной. Отправляю ее в печку. Беру, вешаю хреновину эту. Иду за средней тарелкой. Ставлю вот сюда тарелку. Беру мухобойку. И жду, когда она приготовится. Когда день-то рабочий закончится, я что-то не пойму. Я просто уже как-то это... Подустал? Подустал? Тут вымотало больше обучения. Оно прям какое-то было очень сложное. Оно какое-то было максимально долгое. Оно было какое-то прям... Ух, какое огромное было обучение. Непонятно еще. К тому же заскриптованное не очень правильно. То есть... Не перепроверя... Не перепроверяло оно... Сделал ли я что-то или не сделал? Оно просто говорило, сделай и все. И сделал ты это, и не сделал. И ей вообще было все равно в этой игре. Да, маслин так и остался в воздухе. Ну и че ж, ничего не поделаешь. Немножко сырку я как-то это... Не очень ровно положил. Сыр. Поэтому получилось вот как-то... Как-то он, видишь, неровно расположился. Хотя в целом-то выглядит нормально. Ну-ка, сколько там? Маслин, да, многовато было. Да насчет неравномерной я молчу. А вот насчет того, что... Их было слишком много. И из-за этого просто взяли и мне звезду целую сняли. А шалеть. Вы чего? Че у меня тут? А у меня тут еще не скоро все. Мг, понятно. Ладненько. Убирай. Маринара. Маринара. Маринара маленькая должна быть, да, скорее всего? Средняя. Средняя маринара. Ладненько. Беру. А это что такое? А у меня прям там на столе лежало. Классно. Чеснока нарезанного. У меня нет чеснока резаного, ну. И как быть? Пойдем чеснока порежу. Чеснок. Так, чеснок. А погоди-ка. Нарезанный чеснок. С салями. Надо взять. С салями подрезать. И нарезать также чеснока. Побольше. Где бы взять мне... А, ну давай в корзинку возьму, насыплю этого чеснока. Да побольше, чтобы прям, чтобы он был. Очень медитативный процесс. Прям очень-очень. Очень-очень медитативный. Ладно. Хорош. Пока-пока. Пиздец. На первое время хватит, я хотел сказать. Чеснока рассыпал в вагон просто. Ну-ка. Ну где он там, ну? Как же сложно дается мне вот это вот лютое управление. Но оно серьезно. Оно очень сложное. Оно мало того, что сложно, так оно еще и лагает иногда. Ну, не лагает, а именно багается. То есть ты просто берешь, что-то делаешь, а он там херек... Херек и решает сделать как-то по-своему. И ничего не сделаешь с этим, понимаешь? Ничего с этим не сделаешь. Так. Так... Ээээ... И теперь я чё делаю? Теперь я делаю... Хех. Теперь я беру гастроем... А можно выбросить как-то вот это? Гастроёмкость беру. Нажимаю на кнопочку. И... И-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и. И всё, что я могу еще сделать? Вот всё, беру чеснок нарезанный. Беру, кладу его вот сюда Вот сюда положу Иду в В комнатку В самую главную ношу, растираю пиццу Соус маринара Чеснок, так нет, подожди Мне нужен соус маринара Да чтоб вкусно было Побольше соуса-то нужно Что было мягонько Что было сладенько Что было Закачайся, чтоб прям ели все И не отрывались Ну-ка Что за пицца такая? Соус из чеснок с базиликом Чеснока нужно 32 грамма 32 грамма чеснока и Лист базилика Ошалеть Вот это да, вот это вкуснотища Базилик В одном В одном сколько? Три грамма А нужно 24 Надо 8 листов базилика Диетическая пицца Получается какая-то А, 24 грамма нужно А, ну да 24 Ммм, вкуснятина Так, и все Больше ничего делать не нужно, да? Ну и ладно Ну и хорошо Пойду печку растоплю Симулятор топки печей какой-то А не пиццерии Так Положи эту Мухобойку Давай пойдем Повешу ее Вот сюда Возьму Среднюю тарелку И Положу ее вот сюда Блять Нельзя сюда класть Возьму мухобойку опять И буду ждать пока Приготовится средняя Основа для пиццы В неполитанском стиле Я прям не знаю даже Кто ест пиццу из чеснока? Ну Пицца с чесноком И с базиликом Это вообще лютая хрень какая-то То же самое, что пиццу Просто без всего есть Пицца с чесноком Пицца с чесноком Пицца с чесноком И с чеснока Только из чеснока Что такое-то? Давай Доставай уже А то сейчас горит Скажут, что говно приготовил И не возьмут И денег не заплатят И так скажут сейчас, что говно Потому что я Базилик этот неровно расположил Ну а что поделаешь? Кстати, время уже полдесят Мне кажется, уже пора бы заканчивать Ну Че у нас там? Пять звезд? Нет, смотри Все хорошо А день-то когда заканчивается? Или здесь вообще можно бесконечно играть? Прошутто Эмаис Это что такое-то? Тесто в неоплитанском стиле Маринара Пармезан тертый Прошутто Круду нарезанный Ну пойдем Че и кукуруза А, кукуруза 32 грамма Ну пойдем за парашюта За вот этим, за парашютом Сколько там грамм? 120 Офигеть А че это хоть вообще-то есть? Откуда это взять? Шампиньон, баклажан Чеснок, белый лук Помидоры Так, о Бекон Молоко Прошут Ого-го-го-го Не шута себе 120 грамм Прошутто Нарезанного Ну давай Пожалуй Положим отсюда Угу Ладненько Нет у меня больше емкости Значит куплю еще Утварь Гастро-емкость Купить Она 30 центов всего стоит Поэтому это не такая уж проблема Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту А, и пармезана еще тертого надо Закончите дела И приготовьтесь к завтрашнему дню Кстати, я Немножко просрал момент И вместо того, чтобы там положить Я здесь положил Подожди, я табуретку игнорирую, что ли? Ну и правильно Пармезан тертый Мне нужен пармезан еще У меня пармезан-то нет Пойдем за пармезаном сходим Так, это чеддер Пармезан Вот он, 500 грамм Нихрена, какую головку взял Точнее, не головку А какой кусок от этой головки взял Тертый пармезан Как оно туда поместится-то? В смысле? Он тут Он же упал Вы же все это видели Прекрасно Не надо меня обманывать Он упал Давай, хватит Хватит этим заниматься Че, подожди А где он есть? Где сам пармезан? Где пармезан-то сам? Его же нет Меня, по-моему, обманывают Так, мне нужна средняя пицца Я беру среднюю тарелку Беру средний кусок Маленькая Средненькая Средненькая Беру Кладу Режу Ой, режу Раскатываю Соус маринара Хорошо, хоть соус пока один Да не надо выходить Надо просто наверх было нажать И посмотреть Вот здесь вот Маринару Размазюкать Ага Ммм Ммм Теперь Сыр пармезан-тертый Это моцарелла Пармезан вот он По 16 грамм То есть не нужно Сделать вот так Раз Два Теперь 120 грамм мяска 120 Ай Блин, это вкусно Это ж бекон Так 30 Это Угу Значит, 8 кусков Так Так Это 4 Так Так 90 И еще 30 Ммм Так И кукурузы нужно Насыпать Насыпать 32 грамма Кукурузы Ну тоже Я вот так вот Как-то где-то Здесь вот кину 32 грамма Нужно кукурузы Два Три Четыре Все ведь? Все Да Вроде бы да Ну выйди Теперь Иду растапливать печку Собственно Кто бы сомневался в этом Ну-ка Ага Беру Мухобойку И иду С этой мухобойкой За пиццей Слушай, ну выглядит Вполне себе аппетитно Я бы поел Такую пиццу Тут и бекончик И кукурузка И соус там И все дела То есть То есть Да, даже сыр есть Кто-то там смеется Что-то рассказывает Слушай, час почти серии идет Я не знаю Сколько ты там Будешь видеть ее Этой серии Я там повырезаю В начале Там затупки были Блин, ну целый час Получается Целый час Это шалеть Ну там час, наверное, и выйдет Это офигеть Как много В целом Слушай, она интересная Достаточно Эта пиццерия Так что ты пиши Если понравилось Обязательно Это я посмотрю Там по По активности По вашей И буду думать Уже Стоит ее выпускать Дальше Или же нет Ну-кася Оп Нямка Какая Получилась Какая красота Ну Ну поставь ты ее Ёп твою мать Повар такой, конечно Я вообще прям не могу Так 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 Пойду Мухобойку уберу И Подам пиццу То есть день закончен Уже как бы уже все Все, больше ничего делать не нужно Пять звезд должно быть Тесто в нью-йоркском стиле Быстрые ноги Быстрее ходить Не бьющиеся тарелки Вдвое быстрее работает Оборудование Позволяет определять Результат смешивания ингредиентов Тестомешалки К кухонном комбайне Слушай, ну По факту Или бегать быстрее Или Оборудование Быстрее будет Будет работать Ну, наверное Лучше оборудование Пусть работает Пока Бегаем и так Хорошо Все Пять звезд Отлично И на этом Так, подожди Там посмотреть Надо, что там дали Что дали-то Что-то пока ничего не дали Ладно А, дали же Ведь мы дошли до нового уровня На этом Давай попрощаемся с тобой Я сохраню сейчас И Спасибо большое за просмотр Ставь комментарий Пиши лайки Увидимся с тобой Возможно В следующей серии В других видео И Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok